Я принадлежу к тем людям с детства, которых не надо агитировать за десоветизацию, десталинизацию, делилинизацию, декоммунизацию. Я с утра и до вечера об этом думаю, всегда с детства думал. Как вот узнал в конце 50-х годов про сталинизм и лагеря, так и думаю об этом всегда, всю жизнь. Поэтому меня не надо агитировать, я за. Я за то, чтобы были убраны все эти памятники. Я за то, чтобы мы сказали правду о нашей истории. И только тогда мы будем ее знать, любить, будем ее продолжать, застрахуем себя, ну хоть в какой-то мере, как говорил Лукин, от повторений будущего. Понимаете, какая штука, все эти цифры, все эти слова и хороши, и адекватные, все умные люди. Но разве не оскорбляет вас, когда вы идете по улице и стоит памятник Ленину, памятник убийцы? Разве не оскорбляет вас, когда вы вечером включаете телевизор и показан мудрый Сталин, который говорит, как надо наступать и форсировать Днепр? Великий полководец. Меня оскорбляет. Я не хочу быть солидарным с убийцами, людьми, которые убивали мой народ, сопредельные народы, которые нанесли невероятный ущерб моей родине, моей великой стране, моей великой культуре, которые отрицали фундаментальные ценности человечества, религию, собственность, семью, право, государство и так далее и тому подобное. Которые ввели мою страну в изоляцию, которые накормили ее лживой коммунистической идеологией пропаганды и прочее, прочее. Мне стыдно. Я корю себя за то, что не нашел в себе силы в 70-е и 80-е годы открыто бороться. А как большинство таких хлипких интеллигентов сидел на кухне и обсуждал все это. Но я не хочу конец жизни прожить вот с этой тяжелой совестью, с этим ужасом, о котором я знаю. И это совсем не является оскорблением моей родине и тому периоду, который называется советским. Поскольку это очередной период русской истории, увы, он оказался ужасным, трагичным, драматичным и прочее. Я думаю, что и сегодняшний наш неурядец, и сегодняшний ужас нашей жизни является следствием того, что моя страна полностью не рассталась с ленинизмом, сталинизмом, коммунизмом, советизмом. Пока мы этого не сделаем, я по специальности германист, я знаю, что сделала Германия. Пока мы не сделаем так же, как сделали немцы, мы будем оставаться больным, неэффективным обществом. Ну вот, собственно говоря, что я могу сказать. А самое главное, что мне стыдно, что мои дети и внуки по сей день видят всех этих ленинов, сталинов, что это еще как-то всерьез обсуждается, а хороший или умный, а победил или не победил. Дело ведь не только в терроре. Дело не только в том, что кто-то летал в космос. Между прочим, нацисты великолепно развивали свою технику, промышленность. И Гитлер тоже был талантливый, эффективный менеджер. И много чего они сделали для немецкого народа. И если бы Гитлер не начал войну в 1939 году, может быть, как-то и сошло бы. Но карта легла иначе. Речь идет о совсем другом. Я глубоко убежден в том, что без продуманной десоветизации, спокойный, не спешащий. Ну, по типу тех же немцев. Они после войны создали систему политического образования. Политишебильдунг. Вот у нас было политическое самообразование, а у них было политическое образование. И там не американцы, а сами немцы работали с немецким народом. Они изучали свою историю. Объективно показывали, что было. Показывали на ужасы нацизма. И одновременно говорили, что был немецкий народ, который не весь был в это вовлечен. Так же, как и советский. Политическое образование необходимо. Что касается госслужащих, да. Я полагаю, что этот закон был бы очень хорош. Чтобы люди, находящиеся на службе у демократического правового государства, не могли бы говорить слова о том, что Сталин, Ленин, большевики. Я считаю это преступным. Этих людей, полагаю, преступными. И любая солидарность с ними не является тем качеством, которое принадлежит государственным мужам. Вот здесь говорили про 20-й съезд. Я думаю, это одно из самых замечательных событий в 20-м веке в российской истории и в советской истории. Когда все-таки, хоть и не вся правда, но отчасти правда была сказана. Но если говорить по существу, конечно, большая коты не очень приятная метафора для русских. Но ведь немцы пережили ничего, когда они признали, что Дахау, Освенцим и прочее. Я, господин Кургинян, согласен с тем, что нацизм и сталинизм, и даже шире, советизм, близки очень друг к другу. У них разная социальная природа. Но они близки по террористическому насилию над человеком, по своей опасности для мира. А пугать словами Вильнюс, Басмачи, Вафен-СС, не об этом речь идет. Речь идет о нас с вами. Я думаю, что разговор о Сталине, о коммунизме, о ленинизме, это не разговор о том, что мы не любим свою родину. Мы любим свою родину. Поэтому мы ненавидим сталинизм, Сталин, ленинизм и коммунизм. И мы знаем, что у России могли быть совершенно другие пути. Я надеюсь, что Россия выйдет на другие пути. И что эти несколько десятилетий коммунизма были ошибочными. Да, это был трагический ошибочный выбор моего народа. Ну и другие народы в своей истории делали такие выборы. Кто-то находил силы выбраться из этого ужаса, кто-то нет. Надеюсь, что русские найдут. А что касается цифр, которые нам показывают. Ну, 20 лет они были другие назад. Может быть, они через 5 лет тоже другими станут. А вот я все время себе задаю вопрос. А почему же все бывшие республики Советского Союза, и Балтийские, и Украина, так бегут от нас, так стесняются и стыдятся общего прошлого. В чем же здесь дело? Что они, все плохие, все они как-то ненавидят Россию как-то органически. А мне кажется, что дело в нашем прошлом, и в нашей истории, и в нас самих. Были бы хорошие, от нас бы не бежали. К нам бы шли, стремились. А вот бегут от нас. Значит, есть о чем говорить о нашем прошлом. Значит, дело в том, что деноцификацию начали действительно союзники. Нюрнбергский процесс и ряд последующих процессов. Вместе с основной процесс деноцификации шел в Германии в 50-е и в 60-е годы. Вели его сами немцы. Более того, немцы даже, с моим взгляд, излишне культивируют это чувство вины. И тем не менее, с точки зрения всей германской истории, это один из лучших поступков немецкого народа. Когда он действительно покаялся, и десятилетиями об этом помнят, говорит. И ничего, это прекрасная страна. С великолепной социальной атмосферой, с великолепной экономикой, с неплохой нравственностью в обществе. Это нормальная и достойная страна. Вот вам пример, как надо действовать. Деноцификацию провели немцы сами. А от того, что мы победили, кто же у нас украдет победу, если мы будем говорить о том, что преступники, все это палачи. И дело не только в конкретных жертвах. Каждый из советских людей стал жертвой этого режима, поскольку был лишен мировой культуры, жил в изоляции, в искривленном мире. Так вот, и кто, и кто, и кто, Ведь процесс покаяния, это не значит, что все вывалили на площадь и начали креститься и кричать, Господи, прости нас. Вопрос в многодесятилетней, постоянной работе памяти. Мы должны понять, где мы ошиблись, почему мы так действовали, какие возможны иные пути, почему нельзя понимать власть только как насилие, почему невозможно построить общество с одной идеологией, почему необходимо отбросить право. Вот когда мы все это поймем, мы безусловно станем нормальным и здоровым обществом. Сегодня мы таковым не являемся. И вообще, почему если человек критикует советское, он сразу не любит родину? Помните Набокова, известного писателя-космополита, который говорил, с каких это пор ключевое понятие родины стали путать с понятием власть. Я могу не любить коммунистическую и советскую власть, я не люблю нынешнюю власть, мне кажется, она весьма и весьма неудовлетворительной, и мне кажется, что она ведет Россию в тупик. Но это не значит, что я не люблю свою родину. И я не понимаю, почему вы так держитесь за советское. И вот ваша коллега, которая сидит с левой рукой от вас, Ника, которая ведет передачу, обронила здесь фразу, что примерно половина пожилых людей в СССР были репрессированы. Помните, Ника, я с ним упоминала. Ну, я приблизительно, я за очень многие. Приблизительно, приблизительно. Я, допустим, хоть четверть, хоть 10%. Как же можно любить такую власть и ее защищать, и все это советское, если 5 или 10 или 20% она репрессирует. Нет, нет, нет. Я могу вам сказать, что с моей точки зрения, научного работника, ученого, советская власть не закончилась. И что эти 20 лет, это есть продолжение того режима, который сложился в нашей стране в 20-м столетии. Просто этот режим отменил некоторые свои бывшие обязательства. Вы полагаете, что нынешняя власть? Да, я полагаю, что это продолжение советской власти. Я так полагаю. Надо, опираясь на этот документ, проводить десоветизацию, декоммунизацию страны. Тогда мы пойдем в будущее. Другого пути у России не будет. А может такое быть, что у нас не будет будущего? Может. Если не будем заниматься декоммунизацией, десоветизацией и так далее. Есть культуры и цивилизации, которые гибли. Я надеюсь, что Россия пойдет вперед. И когда, например, сегодняшние украинские историки говорят, что вы, москали, не есть наследники Киевской Руси, это мы на Украине наследники Киевской Руси, а вы наследники Золотой Орды, я скажу, хорошо, да, мы наследники Золотой Орды. Да, во многом современная Русь, московская, потом петербургская, советская, сегодняшняя является в том числе и наследницей Золотой Орды, хотя и Киевской Руси тоже безусловно. Дело в том, что находясь, ну, два с половиной столетия под монголами, русские князья, приезжая, ну, в основном в сарай, да, когда уже была Золотая Орда, то есть западная часть Монгольской империи, они встречались с каким-то совершенно, ну, невероятным типом власти, который они раньше не видели ни в Европе, ни у себя, на Руси. Это был невероятный объем власти у одного человека. Вот монгольский тип власти, это когда один человек, все, а все остальные ничто. Монгольская власть полностью отрицает всякий договор, всякую конвенцию, всякое сотрудничество и согласие между меня. Монгольская власть – это исключительно власть насилия. Вот русские перенимают это. Русские цари, русские великие князья постепенно перенимают именно эту культуру власти, именно этот тип власти, именно это политическое отношение. И это становится все сильнее, сильнее, сильнее. И даже уже впоследствии, во времена, так сказать, более близкий к нам, в такие цивилизованные и красивые, был такой император Павел I, да, это сын Екатерины. Он однажды, беседуя с французским послом, сказал ему, в России только тот что-то означает, с кем я разговариваю. И только тогда, пока я с ним разговариваю. Это очень точная формулировка русской власти. Замечательный философ Георгий Федотов, Георгий Владимирович Федотов тоже в эмиграции жил, и умер после революции, сказал, он комментировал конец монголо-татарского ига. Вот что произошло, да? В 1480-й год, как нас учили в школах, конец татаро-монгольского ига, хотя оно на самом деле продолжалось дальше. Но неважно, какой фразы он все подытожил. Ханская ставка была перенесена в Кремль. Ханская ставка была перенесена в Кремль. То есть хан переехал в Кремль. То есть Москва ототарилась, омонголилась, и русский царь, русский великий князь – это хан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова